Ребята из студии детского телевидения, появившиеся в детском саду номер 16 под названием Умко-ТВ, подготовили новогодний сюжет. Маленькие корреспонденты и операторы прекрасно показывают себя и уже делают успехи в таком непростом занятии, как журналистика. Но, как и в любом другом деле, без маленьких трудностей начинающим не обойтись. Кто-то хочу-хочу-хочу, а когда дело доходит до того момента, что когда тебя снимают на камеру, детям тяжело раскрыться, тяжело раскрепоститься. Некоторые зажимаются, говорят, что нет, понимают, что это не его, что он не будет сниматься. А кто-то наоборот, вроде бы тихий-тихий-тихий, а перед камерой раскрывается и выдает то, чего от него даже не ждешь. В этот раз ребята расскажут о том, как они готовятся к Новому году и о встрече с необычным гостем. 19 декабря, выйдя на крыльцо детского сада, воспитанники стали ждать соинственного гостя, который должен был забрать у них коробку с письмами. Скоро Новый год! Наш детский сад готовится к событию. Ой, что это? Этим гостем оказался главный волшебник России Дедушка Мороз. Дети были приятно удивлены встречей с Дедом Морозом, который, к слову, пришел не с пустыми руками, а с главной зеленой красавицей праздника – елочкой. Дети в свою очередь отдали волшебнику большую, тяжелую коробку, доверху наполненную письмами. Я к вам в гости приду и подарки принесу. А сейчас у меня был к вам заказ. Что вы мне здесь приготовили? Письма. Письма. А что вы там написали в письме? Письма. Секрет. Секрет? Ну, это же письма мне, да? Я тогда почитаю, ваши секреты узнаю. Ну, я волшебный Дед Мороз. Я постараюсь вам все-все-все исполнить. Ну, ничего, ничего. Письма положили. Вот, спасибо. Вот сколько много. Целая коробка. Ой, да тяжелая коробка. Только много желаний. Ну, хорошо. На Новый год я принесу подарок. После приятной встречи с Дедушкой Морозом на крыльце детского сада юные журналисты разошлись по группам, чтобы показать, как ребята готовятся ко встрече Нового года. Детский сад украшали все, но в каждой группе это делали по-своему. И в каждом украшении присутствовала своя изюминка. Настя, как вы готовитесь к речи Новому году? Мы старались. Украшали елку, украшали группу шариками. Мы очень старались. Например, в группе номер 6 ребята сделали украшение своими руками. Мы находимся в группе номер 6. Ребята, вы готовы встретить Новый год? Да! Самым заметным украшением группы стали мыши. Символ наступающего года. Мне может сделать вот это. Дема, девчонка. Никита, скажи, пожалуйста, какие вы подделки делали для Нового года? Мы делали бороду Деда Мороза, елочку из наших ладошек и мышку. Мышку. Посмотри, какие у нас получились красивые мышки. Мы вчера делали вот этих мышей. И большую мы делали все вместе. Потому что наступает День мыши. Год. Год, а не день. Потому что наступает Год мышей. Мы хотим, чтобы этот Символ принес нам счастье и удачи в Новом году. А одним из украшений группы номер 8 стал необычный календарь, который ребята также сделали своими руками. А что это за кармашек? Это почтовый ящик, где Дед Мороз приносит нам задания. И каждый день у нас новые задания от Деда Мороза, и мы их выполняем. Быть журналистом – это очень большая ответственность. Нужно быть умным, сообразительным и, самое главное, креативным. Но ребята из студии детского телевидения «Умко-ТВ» с этим прекрасно справляются. И у них уже многое получается. Дети просто в восторге от того, чем занимаются. И, может быть, в будущем они свяжут с этим свою профессию. Я была в первый раз журналистом. Я всех ребят спрашиваю о Новом годе. И мне это все понравилось. Я сегодня был оператором. Мне очень понравилось. Это было очень круто. Мне понравилось, как я снимал. Я сегодня второй раз ребятам задавал вопросы. И зрителям говорил, что они делают в группе. Ольга Медведева, Ксения Митюрникова. Специально для телепередачи «Лестница». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.